здравствуйте друзья сегодня поговорим о жизни ну начну с не очень приятные темы с темы ютуба на самом деле меня очень разочаровала вот эта платформа как она работает и как вообще все поставлено ну вкратце объясню обрисую в двух словах эту ситуацию дело все в том что при подключении монетизации для того чтобы реклама размещалась на вашем канале необходимо связать ваш аккаунт ваш канал с партнерской программой google adsense и необходимо соответственно создать аккаунт adsense есть определенная последовательность есть инструкция как это все делается я впервые в жизни занимался этим делом привязывал аккаунт к программе google adsense к этому приложению да и после определенных действий мне поступает сообщение что у вас по нашим данным уже есть аккаунт google adsense а так как он у вас есть мы не можем вам ну дальше продвижение невозможное мы не можем с вами дальше сотрудничать и так далее ну вот объясните пожалуйста как у меня может быть аккаунт еще google adsense если я никогда его в жизни не создавал и вот впервые только занялся этим делом и мне присылают такое сообщение а по нашим данным он у вас есть я все эти дни разбирался с ютубом писал техническую поддержку которая работает очень плохо у них разная техническая поддержка есть техническая поддержка которая работает с каналами крупными есть техническая поддержка которая для таких каналах как мой то есть техническая поддержка которая в принципе вообще никакого смысла не имеет и никакого никакой роли не играет совершенно никакой помощи не оказывает Соответственно, я не могу подключить свой канал к монетизации То есть я не могу получать даже какие-то копейки с этого канала Но даже вот, чтобы набрать полторы тысячи подписчиков, сколько у меня сейчас имеется На это мне потребовалось, учитывая специфику контента, мне потребовалось два года Ну, конечно, это было неприятно, хотя изначально я не ставил целью заработать ничего на этом канале Вы сами понимаете, это не тот контент, на котором можно что-то заработать Изначально у меня идея была, это популяризация философии и помощь людям, которые сдают философию Которые ей интересуются и так далее То есть это канал в большей степени просветительский, а не для того, чтобы на нем что-то заработать Но, тем не менее, вот такое отношение YouTube и то, как работает эта платформа Конечно, отрицательно сказывается на общем представлении, на общем настроении после всего этого Поэтому, друзья, если будете регистрировать аккаунт, если будете создавать канал свой, набирать подписчиков Вкладывать усилия свои, имейте в виду, что может быть вот такая ситуация И эта ситуация произошла не только со мной, но и с другими людьми Я уже нашел ролик в YouTube, где человек с Украины говорит, что да, в этом году, в 2020-м что-то случилось И Google AdSense не регистрирует новые YouTube-каналы То есть не привязывает их Непонятно по какой причине, ничего с этим поделать нельзя Ну, на этом я думаю, что с этой темой можно закончить И перейти к теме Белоруссии Вы, наверное, в курсе, что происходит в этой стране Протесты Люди не согласны с результатами выборов, которые произошли недавно И все понятно Я думаю, что любой адекватный человек понимает, что 80% Лукашенко это те же самые 77% Путина Которые просто нарисованы и никакого отношения не имеют к реальной ситуации Есть очень много людей, которые говорят о том, что вот Лукашенко хозяин И если он уйдет, все развалится Это полный бред и пропаганда Потому что власть должна меняться И держится это все не на одном Лукашенко А держится это все, естественно, вся система держится на тех связях Которые были давным-давно установлены Которые давно сложились и так далее То есть Лукашенко не является царем-самодержцем И никакого права у него нету на то, чтобы безраздельно и вечно править страной Для этого существуют демократические выборы И Белоруссия не является монархией по форме правления Поэтому выборы должны быть честными, демократическими С привлечением необходимого количества наблюдателей Если это нужно От европейского сообщества и так далее От различных общественных организаций Чтобы все это было прозрачно И сейчас, я думаю, что ничто не мешает Взять просто пересчитать эти голоса Конкретно с привлечением наблюдателей Или провести еще одни выборы Уже, соответственно, с этими же наблюдателями От Европы, от ОБСЕ и так далее И так далее Почему Развернулся такой террор Ну, понятно, Лукашенко нужно задавить вот эти все протесты сейчас Которые проходят в стране Террор жесточайший Сейчас вот он сегодня утром, по-моему, или вчера вечером выступил С заявлением о том, что силовики неправильно действовали Что они применяли чрезмерную силу по отношению к населению Это лицемерие, конечно, это сделано лишь для того Чтобы как-то успокоить, чтобы опять население Чтобы людей, чтобы пустить пыль в глаза Все это, понятное дело, лицемерие Все вот эти вот жесткие такие атаки на население На граждан Были полностью согласованы с правительством Белоруссии Непосредственно самим, непосредственно самим Лукашенко Поэтому То, что происходит в Белоруссии, это, конечно, ужасно Но Белорусы достойны огромного уважения За то, что они вышли Конечно, организации у них никакой нет То, что вот люди выходят с мирными Какими-то требованиями С недовольством, с протестами Мирным образом просто высказывают недовольство, да С плакатами и так далее Правительство, власть это не ценит И совершенно на это не обращают никакого внимания Люди подвергаются избиению, унижению Одна женщина рассказывала, что ее били Там 10 полицейских в Белоруссии Есть видео, посмотрите Людей ставили на колени Вот какое право имеют, да Представители правоохранительных органов Кого бы то ни было ставить на колени Унижать, избивать ногами и так далее Только за то, что у людей есть другая гражданская позиция Они не согласны с результатами выборов Это совершенно нормальная ситуация Абсолютно Ну и по поводу России Сейчас происходят, вы знаете, протесты Не только в Хабаровске Происходят также протесты и в Башкирии Опять какую-то По экологическому отношению Опасную стройку затеяли В этом регионе Власти совершенно не хотят слушать людей Это касается и Белоруссии, и России Потому что ситуация одинаковая совершенно В смысле того, как реализуется управление государством То есть что взбредет голову руководству То и проводится в жизнь То есть не учитывается мнение населения А просто императивным образом проводится То или иное решение Построить какую-нибудь свалку Построить какой-то химический завод И заработать, соответственно, на этом деньги В России, вы знаете, размещаются также Радиоактивные отходы Которые привозятся из Германии На нашей территории И ничего с этим нельзя поделать Если люди выходят Их объявляют пятой колонной Объявляют их террористами Объявляют их кем угодно Экстремистами и так далее Поэтому В Белоруссии Мы видели ту же самую ситуацию Когда люди вышли мирно Совершенно у них даже палок Не было в руках И что произошло Вы видели И после этого Пожалуйста, не говорите о том Что Лукашенко хозяин Что он Как его называют Батька, да Там Отец нации и так далее Это полная ерунда Если бы это было так Он бы прислушался К народу Белоруссии Ну а В России Собственно говоря То, что происходит Вы прекрасно знаете И Здесь уже Наверное Сказано все было Единственное Только Хороший Тренд Здесь в том Что Постепенно Люди начинают Просыпаться И Хабаровск Показал Чем грозит Власти Вот Подобные Выступления Власть Которая Не может Совершенно Контролировать В полной мере Ни один регион Не учитывает Естественно Не знает Нужды Чаяний Населения Того или иного Региона Совершенно Не интересуется Этим А Также не в состоянии Принимать Какие-то решения Оперативные В том числе И вообще Управлять Такой территорией Как Россия Учитываются К сожалению В России Только узкокорпоративные Олигархические Интересы Крупных Элит Да И Совершенно Не учитываются Интересы Простого Населения Простых Трудящихся Которые Также Имеют Право Голоса Имеют Право На то Чтобы Участвовать В управлении Собственным Государством Хотя бы Через Институт Выборов Который Превратился В Откровенную Профанацию На этом Друзья У меня Сегодня Все Спасибо Всем За внимание Подписывайтесь На канал Еще Пару Слов Скажу О Ютубе Что К сожалению Эта платформа Работает Очень Очень Плохо Очень Много Жалоб И В Техническом Отношении Техническом Отношении Также Очень Много Вопросов Ну И Вот Впервые Регистрировав Свой Канал Связан Привязывав Его К Партнерскому Соглашению Я Вот Столкнулся С такой Проблемой Больше Всего Огорчает То Что Откровенный Обман Откровенный Обман Когда Тебе Говорят О том Что Ты Создавал Уже У нас Аккаунт Когда Я Создавал Я Впервые В жизни Этим Занимаюсь Ну Вот Таким Вот Образом Всего Доброго Друзья До Новых Встреч Пристся Всем Готовим Продолжение следует...